17 февраля 2021 года. Сегодня дата моего судебного заседания и попытка получить неустойку застройщика ООО «Петрострой». Суд решил. Исковые требования Прюбешевского Данилы Александровича частично отыскать ООО «Петрострой». О пользу Прюбешевского Данила Александровича неустойка разметить 320 тысяч 325 рублей 80 копейки. Компенсация морально стоит 2000 рублей. Штраф на двери 161 тысячи 192 рублей 91 копейка. Устали. Часть Искова требования отказать. В общем, судья Теунова попалась довольно-таки хорошая тетка. В любом случае, я рад. Считай, почти полмиллиона я отсудил. Но вернут ли деньги Петрострой, покажет время. Вот. Я очень надеюсь, что мы сможем у них забрать причитающиеся нам. Здрасьте-драсьте. Это студия 25 квадратных метров. Сегодня я вам расскажу, как я получал исполнительный лист и что с ним дальше нужно делать. Выиграл я суд. За ходом судебного разбирательства я следил на сайте Московского районного суда города Санкт-Петербурга. И там нужно было отчитать месяц и плюс там еще дней 5 рабочих на то, чтобы прошло время со строки вынесения решения в окончательной форме. Вот с этой вот строки, когда пройдет больше месяца, то уже нужно будет забирать исполнительный лист. Здесь процедура почти такая же, как при подаче искового заявления на сайте суда. В свободной форме вы пишете, прошу выдать исполнительный лист и прикрепляете этот файл на сайте суда к вашему заявлению. Но единственное, что на этом сайте вы не узнаете, когда вам изготовлен этот исполнительный лист. Поэтому я позвонил в канцелярию суда и уточнил, готов ли мой лист. Там, конечно же, как всегда, опомнились. Ой, лист, да, позвоните через недельку, я сделаю его. В итоге, да, действительно, через неделю его сделали, я приехал получать лист и позвонил в суд. И там мне сказали, что можно приходить вот к сегодняшней дате, 22 апреля. Сейчас идем в московский районный суд, чтобы получить исполнительный лист. Нужно найти канцелярию. Я не знаю, где канцелярия. А мне не расскажите, где находится в канцелярии? На втором этаже, везде сена. Мне нужно забрать исполнительный лист по делу. Вам звонили, да? Да, мне сказали прийти сегодня, 22 апреля. Номер дела? Номер дела. Вот, может, здесь перепишите? Можно я к вас сразу? Да, пожалуйста. В пятую я могу прийти. Спасибо. Всего доброго. В окошечке получил лист. О, меня написали Данилы Александровича. Очень красивый исполнительный лист, где ничего не написано. Смотрите. Вот этот лист зачем здесь, интересно? И был счастлив, что у меня уже наконец есть, потому что судебное разбирательство длилось довольно-таки долго. Еще с болезнью моей судьи оно было перенесено. В общем, дальше я получил лист, и мне нужно было ехать в отпуск. И первое, что я сделал, это подал его на исполнение в Сбербанк. Это немножко неправильно форму. Первое, что вы должны сделать, это сходить в налоговую и узнать, какие счета у должника есть. Я немножко сделал по-другому, потому что я уезжал в отпуск, и времени просто не было. И, в общем, я отдал Сбербанк. Значит, я сейчас до 4 мая жду, и потом прихожу к вам. Ну, вы сначала, да, на сайте просто проверьте, в какой статусе. Может быть, просто в работе есть. Мы отправляем, они отправляем на Старопетербургском, хранят все. Соответственно, потом, если нужно его вернуть, напишите заявление на отзыв исполнительного листа. Он там пролежал тоже месяц, может, чуть больше, даже полтора. И в итоге я был вынужден его забрать, потому что деньги мне, естественно, не пришли. Я немного должен рассказать о том, как происходит подача в банк. В общем, такие крупные банки, у которых здесь есть главной офис, туда приходишь и подаешь бумажку, и пишешь заявление лично. А те банки, в которых у нас здесь нет офисов главных, вам придется посылать по почте. Это тоже такая муторная история. После Сбербанка я потом пришел еще раз, написал заявление на отзыв исполнительного листа. Да, там очень много бюрократии. Через неделю мне уже прислали по почте мой исполнительный лист. Не отдали лично в банке, как бы казалось логично, должно быть сделано. А прислали по почте. Но в любом случае я был рад, и уже после этого я понес в налоговую. Попытаюсь узнать в налоговой, какие же счета есть у Петростроя. Пойти можно в любую налоговую, которую вы пожелаете. Я нашел здесь на Ваське, рядом с работой, налоговую. Вот сейчас попытаемся получить там необходимые нам сведения. На Ваське очень сложно что-то найти. Все находится во дворах. Но я справился. В общем, пришел в налоговую, тоже там заявление надо писать. Ой, кошмар, это... Пишите заявление, покажите копию решения суда, иначе вы не возьмете справку. Одни сплошные заявления. В налоговой я подал заявление о том, чтобы мне сказали, какие счета есть в каких банках у моего должника. Пришла бумага, тоже через неделю, все. Будьте готовы, что это все сроки всегда неделя или больше. В общем, через неделю мне пришла бумажка, на которой было написано, что есть счета в четырех банках. Совкомбанк, ВТБ и еще два банка. Я посмотрел, что самый новый счет был в Совкомбанке. И решил туда обратиться. Пришел в офис Совкомбанка, не зная, конечно же, о том, что нужно посылать по почте. И мне там сообщили, что вы должны послать по почте. Я сначала немножко запаниковал, думаю, блин, как так по почте нужно посылать? Что это такое? А мне потом его кто-нибудь вернет вообще. В итоге все прошло действительно нормально. Я послал по почте им заявление. Совкомбанк, офис находился в Костроме главный. Ну и есть еще в Москве. Сначала не было никаких ответов. Я уже стал волноваться и стал им звонить. А дозвониться некуда. Есть какие-то колл-центры, но там работают не очень квалифицированные специалисты. И они ничего мне не могли ответить. Какую-то ерунду просто говорили. Выписки какие-то пытались там из их справочной информации мне все это сообщить. Но в итоге, через несколько недель все-таки мне пришел ответ, что ваш исполнительный лист находится в процессе исполнения. Тоже подождал еще где-то недели две-три. Денег на счете на моем не появилось. Исполнительный лист решил отозвать. Также нужно было послать по почте заявление. И вот здесь, надо сказать, довольно-таки быстро все прошло. Мне вернули его. Уже через неделю пришел исполнительный лист по почте. Сначала думал, что это какое-то просто уведомление о доставке. А нет, уже пришел исполнительный лист. Получил я на почте и совком банка обратно свой исполнительный лист. Ну что, уже просто сил нет. Я не знаю, в другие банки отсылать также по почте, потом ждать их несколько месяцев, я думаю, что смысла нет. Сейчас, видимо, самое правильное решение просто отдать это судебным приставам. Ну и дальше я психанул и уже не стал посылать никуда исполнительный лист в какие-то банки. Посоветовавшись с юристами, которые занимаются именно Петростроем, я понял, что эти счета заблокированы. Эти счета, их всего 4, они все заблокированы этими же судебными приставами, насколько я узнал. Вряд ли получится через банки добиться самостоятельно выплат. Судебные приставы заблокировали эти счета. Я так понимаю, что любая сумма, какая бы там ни была, она сразу же возвращается судебным приставам. Но правда жизни такова, что на этих счетах никаких денег нет и, скорее всего, не будет. А Петрострой, они тоже не глупцы. И вот тут возникает вопрос, а как же на этих счетах нет денег, но как компания умудряется вести свою деятельность? Каким образом? Где они берут деньги? И где они их хранят? Если в налоговой нет информации об этих счетах. Поэтому тут все сложно. И в итоге я решил отдать свой исполнительный лист на исполнение уже судебным приставам. Это третье, что вы должны сделать. Итак, давайте подытожим. Первое, что вы должны сделать, это отнести исполнительный лист в налоговую. Второе, узнав, какие счета в банке есть у компании, вы должны дальше понести их в банки или отослать по почте, если банк не принимает заявление лично. Ну и третье, если ничего не получилось в банках, то надо уже идти к судебным приставам. К судебным приставам я пытался подать заявление онлайн. Говорили, что это работает, но в итоге заявление они не приняли. На электронную почту мне пришел ответ. Я сначала обрадовался, думаю, о, ответ так быстро. И написано, что исполнено. А это исполнено, они просто закрыли эту заявку. И они говорят, приходите в офис лично. Большая морская 59. Вот сейчас иду туда, чтобы передать этот исполнительный лист и заявление. Заявление тоже написал из их образца на сайте. Подправил там под себя все. И не стал только шапку оформлять. Сейчас пойду, там допишу. Они мне скажут, наверное, кому писать. Через неделю они мне сказали, приезжай, чтобы узнать статус своего обращения. Я спросил, а нельзя ли на сайте узнать онлайн или как-то позвонить? Они сказали, что они не возьмут трубку и сайт у них не очень-то работает. Очень похоже на почту России эта вся система. Оно пока дойдет, мы сразу подготовим, отправим. Оно пока дойдет, пока заберут с района. Так что недельку подождите. В итоге я приехал через неделю, в четверг, в прошлый. Попытался узнать. Оказалось, что у них на столе лежит эта бумажка. Никуда они ее не отослали. Вот она лежит на отправку. В понедельник его будут отправлять. Мне как-то узнавать еще что-то? Вы на сайте ФССП узнаете, возбуждение будет его. И вы по своей фамилии узнаете, какой приступ, в каком районе. В прошлой четверке я приходил туда. То есть прошло уже больше полторы недели с момента подачи. В итоге пытаюсь вбить номер своего исполнительного листа, номер дела, свою фамилию. Ничего не находится пока. В общем, остается только ждать. Получить свою неустойку каким-то другим законным способом уже вроде нету. Способов не осталось. Поэтому остается ждать сейчас, когда же судебные приставы заблаговолят исполнить свою работу. У многих говорят, что лежат эти исполнительные листы у приставов. Но почему не удается получить неустойки, я не понимаю. То есть уже больше чем полгода, год лежат уже у некоторых эти листы. Значит, что они не очень выполняют свою работу. Есть же много имущества, которое можно арестовать у Петростроя. Почему этого не делается, я не знаю. В общем, следите за развитием истории. Подписывайтесь на Сент-Пи. Смотрите студию 25 квадратных метров. Пока. Вы только меня не снимаете. Хорошо. Сент-Пи-ТВ